Я хочу рассказать о проекте MSF-Sphere Migrator. Это утилита, позволяющая обновлять RedHat подобные дистрибутивы, в нашем случае до OS MSF-Sphere, а в общем случае можно использовать для обновления любого RPM-бэйст дистрибутива. Проект основан на Lib фреймворке от RedHat и на Elevate от Alma Linux. Lib – это платформа для обновления операционных систем и приложений, и создавалась она RedHat для перехода между мажорными версиями RedHat Enterprise Linux. Сам Lib написан на Python и распространяется по свободной лицензии. Кремл-бэйст предоставляет два инструмента для работы. Это утилита конечного пользователя Lib и средство для разработки Snector. Lib запускает рабочий процесс, рабочий процесс описывает, что будет сделано, когда и в какой последовательности. Рабочий процесс состоит из этапов, которые разбиты на шаги или акторы. Они разбиты на этапы до, основной и после. Lib имеет гибкую структуру и позволяет создавать свои акторы. Это может понадобиться для нетривиальных случаев, когда необходимо сделать что-нибудь необычное, а не просто обновление какого-то пакета. И, как я уже сказал, Lib распространяется под свободной лицензией. Что нельзя сказать о метаданах для миграции? Это репозитории, описание пакетов, сценарии. Они находятся под проприетарной лицензией, и поэтому просто так взять и использовать в промышленной среде это не получится. Elevate – это инициатива Alma Linux для перехода между производными редхат-дистрибутивами, между основными его версиями. Elevate сочетает в себе платформу Lib с библиотекой и сервисом метаданных для миграции. И метаданные написаны сообществом и распространяются под свободной лицензией Apache. Необходимость создания мигратора появилась из-за того, что сейчас огромное количество компаний используют операционные системы семейства Enterprise Link в седьмой версии. Как мы знаем, поддержка «семерки» заканчивается в июне 2024 года, ну и возникает невозможность получения обновлений. Обновление системы, как мы знаем, это не только смена интерфейса, это и функционал, и в первую очередь безопасность. Возникает проблема безопасности, так как не будут получены обновления, закрывающие какие-то найденные ошибки или критические уязвимости. И есть еще проблема безопасности во время самого обновления. То есть есть вероятность того, что свойства целостности, конфиденциальности и доступности данных, обрабатываемых в мигрируемой операционной системе, могут нарушиться. Архитектура мигратора и всесторонние проверки его функционирования позволяют быть уверенным, что эти свойства не будут нарушаться, так как обновление производится из проверенных репозиториев, все пакеты подписаны, подпись проверяется под каждым пакетом на уровне менеджера пакетов DNF-UM. Что же делать? Официального пути, как обновить семерку и выше, выше нет. Есть несколько путей. Самый простой – это взять все снести, поставить заново. Но тут мы сталкиваемся с простоем оборудования и с затратами времени и сил на настройку программного обеспечения заново. Также остается вопрос, что сделать по окончании срока поддержки. Есть другой вариант. Это миграция на другой дистрибутив. Как мы знаем, и там ядро и линукс, и здесь ядро линукс, но дистрибутивы не особенно похожи. И опять-таки мы сталкиваемся с настройкой программного обеспечения с нуля и, возможно, с затратами времени и сил на подготовку персонала для работы с новым дистрибутивом. Вот поэтому для поддержки отечественных заказчиков мы доработали существующий сценарий LIP и Elevate для возможности обновления производных RedHat до MSF-сфера. Основное отличие мигратора от LIP и Elevate – то, что он позволяет обновить не только CentOS 7 до MSF-сфера 8, а также любые производные 7-й и 8-й версии RedHat до 8-й и 9-й версии MSF-сфера соответственно. Давайте посмотрим, как происходит процесс обновления. Первым делом обновляем систему и перезагружаем компьютер. Затем подключаем репозиторий мигратора, устанавливаем мигратор и пакет с правилами для обновления. Затем можно запустить преапгрейд-проверку, которая в папочке WarlockLib создаст ряд файлов, по которым можно определить возможность или невозможность обновления системы в данный момент. Смотрим в них, читаем, анализируем, вносим исправления и после устранения проблем запускаем преапгрейд-проверку заново. Если ее результат окрасится зелеными или желтыми, вот как здесь на слайде, можно запускать саму проверку. Запускаем обновление и по его окончанию будет предложено перезагрузить операционную систему. Перезагружаем в загрузчике, выбираем пункт мигратор, апгрейд и нейтрам.фс и нам остается дождаться процесса обновления. В зависимости от количества и размера пакетов этот процесс может занимать достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких часов. Помним, что это зависит от производительности компьютера и скорости подключения к интернету. После окончания будет произведена автоматическая перезагрузка системы и при первом запуске запустится процедура повторной разметки меток с Е-Линукс, после чего система перезагрузится еще раз, и после этого она будет обновлена и готова к использованию. Может случиться так, что во время первой перезагрузки компьютер не отвечает продолжительное время, и мы можем предположить, что что-то пошло не так. И компьютер не может самостоятельно продолжить дальнейшую работу. Типовые ошибки и ситуации, возникающие как на этой стадии, как и на стадии преапгрейд, и способы их решения, описанные в документации к мигратору. Как вы заметили, процесс обновления не является полностью автоматическим. Системному администратору нужно периодически принимать какие-то решения. Но для этого не нужно обладать специфическими знаниями. Мигратор обладает гибкими сценариями, и по сути нужно менять всего лишь два файла. В одном – добавлять нужные репозитории, во втором – дописывать правила обновления определенных пакетов в формате JSON. В завершение хочу сказать, что мы осознаем, что экосистема РПМ-бэйс-дистрибутивов – это большое и разнообразное сообщество, включая отечественные роса и РДОС. Может быть, в сообществе появятся идеи, как и желание создать общий инструмент для перехода между отечественными дистрибутивами. нами в качестве эксперимента был осуществлен переход с РАСы, которая бинарно совместима с 7-м Литхатом, до МССФРА-8. И поскольку наш мигратор основан на свободном программном обеспечении, у нас в планах вернуть результаты нашего труда в сообщество, чтобы каждый смог в дальнейшем использовать эти результаты и при желании внести свой вклад, независимо от того, какой дистрибутив кто использует. У меня все здесь. Ссылки на упомянутые проекты документацию и здесь ссылки на видеозапись процесса обновления с операционных систем на МСФРА-8.9. Видео ускорено, ужато там до 2-3 минут. Все, спасибо. Пока тут я не вижу подняток. Что-то ты молчал. Уверены в своем инструменте? Не нужно там сохраняться перед... Не посоветуете? Я вам скажу, что, как говорят, системные администраторы делятся до тех, кто делает бэкапы, и тех, кто уже делает бэкапы. Лучше быть вторым. И потом еще те, кто проверяют, что деланы бэкапы. Конечно, нужно делать бэкапы своевременно, потому что гарантий нет, процесс гладко не всегда пройдет. В большинстве случаев на сложных системах это невозможно с первого раза сделать. А вот у меня такой вопрос. Десять лет назад вообще, в принципе, перескакивание между разными брендами CentOS, я когда-то был состоителем, и Роса, и Virtuos Linux, вроде это не было какой-то там rocket science. Чисто пакет ставится, все приезжает. То есть что-то изменилось, какая-то сложность появилась. Мне еще не очень понравилось в вашем процессе. Вот сначала мы выбираем апдейт интерат.ф, и потом она полезла в интернет. То есть обычный дистабрейт делает скакт. Сначала мы скачали все пакеты с новых, по-новому брендированные, проверили, что они там все как-то разрешаются, заменяют с префиксами существующие, все разрешилось, там что-то есть, не разрешилось, администратор выкидывает ненужные. То есть вот все это вводится. Вот когда она все сказала, что все скачалось, вот ты запускаешь апгрейд, и там есть шанс, что будет живо. А вот когда там мы делаем прыжок веры, вот такой, знаете, и она полезла в интернет, вот это как-то будет странно. То есть это архитектурное решение? Дело в том, что, ну как, взят за основу тот же лип от RedHat, он так делает, и он не лезет просто в интернет, он лезет туда. А лип от RedHat, он подлый, он же лезет наверняка там в свой сабскрипшн-менеджер, в локальные репозитории. Нет, он лезет туда, куда его можно настроить. То есть это достаточно гибкая система. Ну, не знаю, мне вообще не что, это тройянский кодит RedHat как раз. Ну, может быть, кто-то ответит. Я бы не очень доверял. Давай возьмем. На самом деле, происходит немного не так, как ты сказал. То есть пакеты скачиваются на этапе при апгрейд, когда готовится... Да, но просто он сказал так. Когда готовится инитор-д. Нет, он сказал так, что инитор-д, и тогда она полезет скачивать. Это займет несколько часов в зависимости от вашей интернет. Нет, нет, нет. На этапе при апгрейда. Хорошо, нет вопросов. Когда крутится инитор-д, он ставит уже скачанное пакет. Нет, ну, может посмотреть запись, просто прозвучало именно вот так. В интернет он полезет. У меня, если можно, еще вопросик. Значит, это вы рассказываете с точки зрения апгрейда одной машины. А как это масштабируется на семейство? Пока о масштабировании речь только в перспективе. Думаем об этом. Ну, Редхат, наверное, уже думал, но в том смысле, что если надо большой, как бы, кластер машин обновлять... Не, ну что там, наверное, запускаешь, в принципе, был пи-инфро, что-нибудь на кучу машин, и уезжаешь в отпуск на всякий случай, чтобы они только машины не догнали. Ну, то есть такого опыта не было. Ты хотел? Здравствуйте, спасибо за доклад. Я, наверное, чуть-чуть Стасу отвечу, что мне кажется, что шляпу последние несколько, ну, уже лет 10, наверное, набирают просто более-менее по объявлению, грибут всех подряд, и количество совершенно... Наших друзей там очень много работает. Их по объявлению отобрали? Нехорошо. На следующей конференции не... Ладно. Смотри, ты обобщение обобщил контр, так сказать. Там просто внешне очень нехорошие признаки были, вроде той же дырки в полкете, да, когда, а, как это, у нас любой в группе вилл оказывается рут, да, ну я так решил. То есть там признаков таких вот нехороших, вот возня с юзером, когда сперва лень, потом в анаконде, потом юзер мув, и то, что в других дистрибутивах до сих пор просто как бы нормально работает, потому что более внимательно относится к пакетной базе, да, то есть в том же Добиане, в том же Альте, в Альте, например, через ветки прыгают поштучно, но я как-то торопился и прыгнул там... Мораль, 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 к данному докладу какая? Не пользуетесь вообще цинтосиями чертям собачьим, переходите на нормальную дистрибутиву, дайте на Альте? Не, 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 я здесь о том, о чем заикался вот на нашей, по-моему, прошлогодней конференции, что мне кажется, что степень, ну, какого-то невнимания, неряшливости, что ли, вот на Западе она нарастает, и... И мы где-то встретимся с ними скоро, да? И где-то, наверное, не стоит особо за ними бежать. Ладно. Ну, я не понял, как к этому докладу относятся, то есть ты бы продаваешь мигрировать на... А у клонов тут без вариантов, они только в кильваторе исследуют. А у вас на Альте есть мигратор на Альт-Линукс вот из тех цинтосий? Ты знаешь, наверное, мигратор между клонами Альта сделать несложно. Это какой-нибудь там вариант Аптрепа будет. Вот. А с цинтосией там на Сузию, например, я не уверен, что это будет так же легко. Ну, ладно. Просто тут идет большой исход, которым надо воспользоваться. Ну что же, давайте поблагодарим ДПЧК. Да, аплодисменты. Благодарим.